Здравствуйте! С вами Марина Рыкалина. В зимние месяцы предлагаю посвятить повышению уровня своей агротехники. И сегодня вспомним основные правила при выращивании моркови. Присоединяйтесь! Грядки под посев моркови рекомендуется заправлять с осени. Но я считаю, что это вовсе не обязательно. Я заправляю весной свои грядки хорошей порцией настоящего биогумуса. В биогумусе нет патогенов, потому что эту органику через себя пропустили черви. А питание здесь находится в доступной форме. Сделать почву более рыхлой нам поможет внесение вермикулита. Если у вас его нет, можно внести речной песок. Следующий компонент я собирала его в течение долгой зимы. Это из пятой кофе из кофемашины. Кроме того, что в кофе есть питание, так этот запах еще терпеть не могут почвенные вредители. И последний компонент – это горчичный жмых. Здесь также большое количество питания. И горчичный жмых отпугивает почвенных вредителей. Теперь всю эту вкуснятину заделываем в почву. Почва должна быть рыхлой на достаточно приличной глубине. Моя почва готова. Теперь я делаю бороздки. Обратите внимание, что почву в бороздках я хорошо выравниваю. И слегка утрамбовываю, чтобы семена у нас оказались на одинаковой глубине. Бороздки готовы. Теперь их нужно хорошо полить. Чтобы нижние слои почвы напитались влагой. Вот сейчас посмотрим, что в пакетиках. Ну, как я и предполагала, семена инкрустированные. А значит, ни в каком предварительном замачивании они не нуждаются. Я предпочитаю потратить немного больше времени, но разложить семена вот так вот через полтора сантиметра. В итоге мне не придется морковь прореживать. Сегодня я буду сеять 9 разных сортов и гибридов. Поэтому у меня 9 бороздок. И каждую бороздку я обязательно подпишу. Будем с вами смотреть, что лучше взойдет. А в конце сезона сделаем дегустацию. Посев закончен. Теперь с края бороздок землей присыпаем семена. Они должны оказаться на глубине приблизительно 1 сантиметр. Старайтесь, чтобы камушки не попались. Почва по краю бороздок, обратите внимание, она влажная. То есть семена мы присыпаем увлажненным грунтом. И только потом более сухой почвой с гребня разравниваем всю грядочку. И теперь землю слегка прихлопываем. Еще раз. Сверху грунт очень аккуратно сбрызгиваем. Слегка прям увлажняем. Дома я приготовила старую ветошь. И замочила ее в воде. Отжимаем. Я думаю, у каждого дома найдется ненужная ткань. И влажной тканью накрываем грядку. Теперь мне понадобится черный мешок для мусора. Разрезаю его с боков. И укрываю черным целлофаном по мокрой ветоши. Представляете, как на солнце здесь будет тепло. Парниковый эффект. Чтобы ветром целлофан не сносило, я приготовила вот такие палки, на которые подвязываю томаты. И вот так фиксирую. Можете досочки взять. И точно так же с другого края. В принципе, этого достаточно. Самое главное теперь не прозевать момент всходов. Поэтому почаще заглядывайте под ткань с клеенкой. Но у меня эта грядка еще оснащена вот таким вот каркасом, на который натягивается нетканный материал. Поэтому закрою я ее. Изначально дикие виды моркови не имели оранжевого насыщенного цвета. Насыщенность удалось добиться нидерландским ученым путем длительной селекции. Семена к новому сезону выбираем вместе с Александром Леонидовичем Самсоновым. Здравствуйте. Сегодня мы будем с вами говорить о морковке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Морковь очень отзывчива на питание, особенно на минеральное. Но я химии никогда не подкармливаю свой урожай. Поэтому сегодня буду делать коктейль на основе органических удобрений. Добавляю в лейку биогумус и совсем немного гуминового калийного удобрения. Но и это еще не все. Я хочу вообще исключить каких-либо почвенных вредителей на свои грядки. Поэтому у меня препарат, в состав которого входит зола и табачная пыль. А зола, которая входит в состав этого препарата, является еще и дополнительным источником питания, который так нравится к корнеплодам. Теперь три недели мы больше морковку ничем подкармливать не будем. Накрываем грядку нетканым материалом. И по мере необходимости поливаем. Родина из сортов моркови с красными и оранжевыми корнеплодами является Средиземноморье. А желтая морковь родом из Центральной Америки. Продолжаем выбирать семена к новому сезону вместе с Иваном Якшином. Какие же сорта моркови выбрать на следующий сезон? Ну, во-первых, я хочу сказать, что бывают два вида моркови. Это морковь сорта типа нанская. Она длинная, с тупым кончиком, не очень толстая, вкусная, сладкая морковь. И морковь типа шантане. Она более короткая, конусовидная, хорошо выдергивается из твердых почв. У кого бетонные почвы, это для вас. Как только сойдет снег, сеем самую раннюю морковь. Морковь первый сбор. Она понравится как вам, так и вашим деткам. Ее можно использовать в пучковом сборе. Она не очень крупная, но зато поспевает уже к июлю месяца. Далее выбираем нанскую морковь. Самая простая, всем известная, нанская 4. Среднеспелая морковь, среднего размера, вкусная, сладкая, подойдет для всего. Морковь нандрин. Она покрупнее нанской, хотя и относится к этому же сортотипу. Длина плодов 20 см, очень хорошо хранится, устойчивая к болезням и вредителям. Морковь самсон. Это средне-поздний гибрид. Очень качественные плоды, практически без сердцевины. Вкусная, сочная, сладкая морковь. Можно использовать и для соков, и для кулинарии. И, наконец, поздний сорт перфекция. Эта морковь очень крупная, до 30 см длиной, очень урожайная, вкусная и сладкая. Поздние сорта моркови желательно высевать в июне месяце, в начале июня. Тогда она у вас наберет сочность уже где-то к сентябрю, октябрю месяца. И будет великолепно храниться до весны. Переходим к моркови для тяжелых почв. Начнем с родоначальника всех морковей группы Шантане. Это морковь Шантане 2461. Средне-спелая морковь для тяжелых почв универсального назначения. Морковь Шантане Королевская, Шантане Роял. Это морковь устойчивая к болезням, также относится к группе Шантане. Морковь Шантане Акурош 2. Это морковь средне-ранняя. Урожай вы получите в июле месяце. Морковь характеризуется устойчивостью к позеленению верхушки. Хранится до 8 месяцев. Морковь Алтайская лакомка. Один из самых сладких видов моркови. Выращивается как у нас, так и в сибирских регионах. Если хотите разнообразить вашу кухню для плова, для ухи, для салатов, для консервирования разноцветных кубиков моркови, выбирайте серию цветную. Здесь и желтая морковь, и белая, и шоколадная, даже есть фиолетового цвета. Целая радуга оттенков. Для подсвечивания рассады и комнатных растений я рекомендую использовать светодиодные лампы специального спектра. Эти лампы имеют бежевый цвет, который не раздражает глаза, и в то же время способствует хорошему росту рассады и комнатных цветов. У нас в магазине появилась уникальная новинка – это удобрение «Ботаник». Это удобрение с озера Байкал. Содержит комплекс гуминовых кислот. Все необходимые питательные вещества для ваших растений хорошо поддержат и овощные культуры, и рассаду, и цветочные культуры. Что у нас еще здесь есть? А, гумат Байкал. Это концентрированные гуминовые кислоты в одном флаконе. Ну, уже всем известный гумат плюс 7 йод, но только в жидкой форме. Йод не только обеззараживает почву, но также и способствует более активному росту рассады. Гумат с калием потребуется при формировании урожая. Ну и, наконец, Гумел Люкс. Это удобрение содержит все достоинства предыдущих. Здесь и гуминовые фульвовые кислоты. Здесь полный набор питательных элементов в хилатной форме. Великолепное удобрение для растений. И не забываем про препараты триходермин и метарезин. Он сейчас называется микорат инсекта. Триходермин вам потребуется для обеззараживания почвы. А метарезин для защиты от почвенных вредителей. Обязательно добавляем эти препараты в почвы для рассада. У нас многие дачники спрашивают, что за информация появилась на пакетиках. С этого года обязательно указывается год сбора урожая и год фасовки. Срок хранения семян на пакетиках указывать не будут. Выбирайте интересные сорта и гибриды и получайте великолепный урожай. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122. Если листочки на вашей моркови стали фиолетово-красными, а потом они желтеют и засыхают, то в вашей почве орудуют личинки морковной мухи. Если у вас ежегодные проблемы с морковной мухой, то, скорее всего, вы либо морковь каждый год сажаете на одно и то же место, либо применяете для обработки своего сада химические инсектициды, которые наряду с вредителями убивают ещё и полезных насекомых, которые как раз и питаются морковной мухой. Травить почвенными инсектицидами свой урожай и, соответственно, себя вовсе не обязательно. Идёмте готовить настой. По дороге на дачу я нарвала пучок обыкновенной полыни. Нам понадобится ёмкость объёмом 1 литр. Измельчаем полынь. Ёмкость мы должны заполнить полностью в склей. И теперь заливаем всё это горячей водой. Ждём, когда остынет. Наш настой остыл. Выливаем его в воду объёмом 2 литра. Этим готовым рабочим раствором мы вечером будем опрыскивать морковь. Морковь опрыснули. Но трава, которая у нас осталась после настоя, мы также ни в коем случае не выкидываем. А раскладываем между рядами. Личинки луковой мухи не переносят запах полыни. И откладывать своё потомство они сюда уже точно не будут. Как видите, работа совсем не сложная. Возьмите за правило сделать её регулярно. Конец июля. И сегодня я хочу показать вам результаты, которые сейчас выдаёт нам морковь. Я никогда не выбрасываю пакетики, из которых я делала посевы, дабы сравнить, что же предлагает производитель и что у нас получилось в итоге. Начнём с морковки, которая заявлена как очень ранний сорт. Называется она полярная клюква. Выкапываем. Вот он, первый рядочек с полярной клюквой. Она уже просто выпрыгивает из грядки. Вот она. Помоем. Вот такая полярная клюква получилась. Что на пакетике, то и в реальной жизни. Правда, я не совсем понимаю, для чего я её сажала. Видимо, просто для интереса. Ну и может быть, я её попробую законсервировать вот такими целыми корнеплодами. Следующий гибрид. Называется он отилио. Вот такая морковка. Мне кажется, что эта морковка на пакетике выглядит немножко иначе. Она более цилиндрическая. А у моей морковки получился вот такой конус. Теперь следующий интересный сорт. Называется морковь столовая Йеллоустоун. Она жёлтого цвета. Обычно такую морковь использую для приготовления плова и ухи, потому что она не должна быть очень сладкой. Пробуем. Вот она. Ну, уже видно, что цвет соответствует. Цвет действительно нежно-жёлтый. Следующий гибрид называется... Интересный шоколадный заяц. И выглядит он, по крайней мере, на картинке, довольно экзотическим. Посмотрим ли, соответствует ли это действительности. Вынимаем. Вот он, шоколадный заяц. Вот корнеплод не очень ровный. Почва оказалась для него плотной. Давайте посмотрим на разрезе. Действительно красивый. Этот гибрид производитель заявил как суперсладкий. Действительно, морковь очень сладкая. Следующий гибрид. Гибрид проверенный, потому что сажаем мы его не первый год. Морковь называется Наполи. Пробуем. Гибрид Наполи очень популярный у дачников. Морковь цилиндрическая. Но вот посмотрите, у меня в этом году цилиндрическая форма как-то не очень удаётся, потому что у этой морковки тоже есть острый носик. И последний сорт, который я сегодня хочу вам показать, называется... Редкор. Вынимаем. Морковь вот такой, конусовидной формы, обычно рекомендуют выращивать дачникам, у которых на участке очень тяжёлая почва, суглинок. Вот такая морковка обычно там удаётся, в отличие от цилиндрической. Вот такая интересная морковь у меня получилась. Собираем настоящий букет. Она, конечно, не вся идеальная и ровная, но она нигде не подгнила, нигде не раздвоилась, а значит, что агротехника сильно не нарушена. На что следует обратить внимание при выращивании моркови в июле? Обратите внимание, морковка выскакивает из почвы, и её плечики становятся зелёного цвета. Там, где зелень, морковь горькая. Да и храниться она будет гораздо хуже. Поэтому сейчас нужно привести такой агротехнический приём, как землевание. Возьмите торф или любой плодородный грунт, какой у вас есть на участке, и просто присыпьте морковь. Для первого урожая, думаю, совсем неплохо. Начало сентября, и сегодня я хочу выбрать часть моркови с грядки и заложить её на хранение. Если морковь выкопать очень рано, то она не наберёт нужное количество сахара. Она будет несочной и, соответственно, будет плохо храниться. И напротив, если опоздать с выкопкой, то будет переизбыток сахара и аминокислот. Морковь становится дупловатой, невкусной и тоже плохо хранится. Если вы не можете определить срок, то ориентируйтесь по ботве. Как только у моркови начали желтеть нижние листья, самое время приступать к выкопке, чем мы и займёмся. Это гибрид Yellowstone жёлтого цвета, который у меня первым делом пойдёт на приготовление ухи и плова. Поэтому я и хочу её сохранить. Теперь мы обрываем ботву. Существует, конечно, много способов хранения моркови. Ну, например, некоторые дачники перекладывают морковь слоями влажного песка. Но когда я подумаю о том, что этот песок сначала нужно спустить в погреб, а потом поднять и остаться при этом без спины, то такая перспектива меня никак не радует. Также морковь ещё можно засыпать хвойными опилками. Вот это, кстати, вариант немного лучше. Но опилки всё равно нужно где-нибудь достать. Фитонцидные свойства хвойных опилок препятствуют прорастанию моркови, и она лучше хранится. И самый лёгкий вариант, которым можно пересыпать морковь, это мох. Но за ним тоже нужно отправиться в лес. Но я предпочитаю более простой способ хранения моркови. Выкопанный урожай моем. Домываем последнюю морковку. Теперь понадобится ведро с чистой водой. В него я добавляю биологический фунгицид. У моркови, чтобы она в погребе при хранении не прорастала, я срезаю плечики. И опускаю в ведро с биологическим фунгицидом. И теперь нашу чистую, обеззараженную морковь раскладываем на нетканный материал, чтобы она высохла. Долго морковь на солнышке держать нельзя, приблизительно 2 часа. Как раз за это время она успеет полностью просохнуть. Выкапываем следующий гибрид, который называется шоколадный заяц. Такой сорт, как мне кажется, очень интересен для приготовления различных салатов. Морковь, клюква полярная, круглая. Мне сейчас нужна для консервации. А это мой любимый гибрид, который называется Наполи. Обратите внимание, что морковь не мелкая, но и не крупная. Почему-то дачники радуются, когда видят огромные корнеплоды, но на самом деле они перезревшие, невкусные и плохо хранятся. Для меня морковка стандартная выглядит именно вот так. Прошло 2 часа, морковь полностью просохла, и будем убирать ее на хранение. Охраню я свою морковь в целлофановых пакетах. В каждый пакетик я накладываю ассорти. Вот несколько желтых морковок, как я уже говорила, на уху, на плов, оранжевые, на щи и сиреневая морковка на салаты. Выпускаем воздух и плотно, герметично завязываем пакеты. Для меня такой способ хранения самый надежный и удобный. Морковь можно опустить в погреб или положить вниз с холодильника. Если у вас урожай не очень большой, то, возможно, имеет смысл просто натереть морковь и заморозить ее также в пакетах в морозильной камере. Тогда она у вас всегда будет под рукой. Подводим итог. Если вы хотите положить морковь на хранение, то сеять ее лучше в условиях среднего поволжья в конце мая. А если вам нужен ранний урожай и на переработку, то сеять морковь лучше под зиму или сразу после схода снега в апреле. Если вы пропустили выпуск программы, то можете посмотреть его на моем сайте marinarkalina.ru Каждый день в Инстаграм я выкладываю новые публикации. Присоединяйтесь! Продолжение следует...